Привет всем, продолжаем смотреть на бюджетные уши, сегодня это Аула Шторм с ценником в 40 баксов. Внешний вид рассчитан, как по мне, на детей. Ну посудите сами, паутина, блестящие вставки, все говорит о том, что наушники ориентированы на аудиторию помладше. Хотя никто не будет вас обвинять, если вы их в 30 будете играть в таких наушниках. Я же играю. Практичными эти наушники особо не назовешь, потому что здесь куча глянцевого пластика, который моментально покрывается отпечатками. Особенно вот эти штуки. Амбушюры достаточно мягкие, из кожзаменителя, а оголовье регулируется само. Вот эти дуги металлические, и если вы захотите услышать колокольный звон, то просто сделайте вот так. Я мог просидеть в этих ушах часа два, потом мне начинать давить на уши. Но у вас может быть по-другому, потому что и уши, и головы у всех разные. Микрофон находится на левой чаше. Вы можете его опустить, либо поднять, но регулировать его нельзя, потому что он не гнется. Звучит он так, как вы сейчас слышите. Он всенаправленный, но на удивление лучше, чем я ожидал. В этом я считаю, что здесь все нормально. Странно то, что микрофон выключить нельзя, то есть он постоянно включен. Я сначала думал, что на пульте будет какая-то кнопка включения-выключения. Нет. Пульт сам хоть и довольно большой, но здесь только два параметра, которые можно включать и выключать. Это регулировка громкости и включение и выключение вибраций динамиков. То есть, когда какие-то низкие частоты жестко бухают в играх, например, взрыв, то наушники вибрируют. Не сильно, но вибрируют. Это дает какой-то прикольный эффект от игр. Главное помните, что для подсветки, как и для вибрации, наушники должны быть подключены в USB. А это просто подключение для вывода звука и микрофона. Провод толстый, в тканевой оплетке, который не дает ему перетереться. Но от этого он становится не таким послушным и немножечко дубовым. От звука многого ждать не стоит. Для казуалок пару часов в день они, конечно же, подойдут. Но для игр на соревновательном уровне, естественно, нет. Опять же, мне кажется, что самым хорошим пользователем для этих наушников будет ребенок. Либо же нетребовательный к звуку геймер, который любит порубиться с друзьями. Пару часов какую-то игрушку по фану. И вот он их может купить и спокойно себе играть. Если хотите покупать игровые девайсы дешевле, можете смотреть на промокоды в описании к этому видео и юзать их у нас на сайте. Заходите на FUA, смотрите цены, отзывы, подписывайтесь на наш канал. И джи-джи, гайз! Джи-джи!